Ты первый дизайнер, который говорит о том, что цвет можно вычислить математически. Контаж – это всегда дешевле. Вы уверены, что на фабрике тоже там проклеить? Они наложили на партию ткани, которую вы заказали. Ну, это авторский интерьер. Абсолютно, да. Который вне времени. Вне времени абсолютно. Открывается. А тут подвески. Лежат трупы строителей, закатанные в виду. Друзья, всем привет! С вами Наташа Мартынова и вы на моем YouTube-канале о дизайне интерьеров. Сегодня мы в уникальном пространстве. Это квартира в центре Москвы. И она сделана как настоящее дорогое украшение, которое хочется рассматривать постоянно. И каждая грань играет по-своему. Вот, кстати, автор этой квартиры на портрете Ольга Дан. Но я думаю, что мы поговорим с Олей вживую. Оля, привет! Привет! Ты дизайнер, декоратор и еще преподаватель лекций о дизайне. Правильно? Правильно. Недавно я стала преподавателем в школе деталей, где я училась 10-11 лет назад уже. Это тоже сейчас об этом поговорим. Расскажи, где мы, что это за пространство и какая площадь изначально, с чем ты работала? Это комплекс Ситипарк в центре Москвы, в Краснопресненском районе. Здесь 68 метров. Изначально это были пустые стены, бетонная коробка. Здесь не было ничего. Соответственно, изначально была планировка как студия, кухня с гостиной совместной и спальня. Два санузла, так и осталось. Но я несколько переиграла эту историю, чтобы мне было удобно и чтобы было все красиво и прекрасно. Какая стояла задача? То есть у тебя 68 квадратов. Что нужно было уместить, да, с чем ты работала? Это было очень интересно, потому что мы ее купили как квартиру для работы, для моей работы. То есть мы не собирались здесь жить. Потом так получилось, что наша семья уехала год назад. Где живет сейчас, мы живем в Словакии. И получилось, что все, все, все вещи мы перевезли туда. И оказалось, что эта квартира будет моей квартирой. Моей норой я называю. Где я приезжаю? Приезжаю начать мою семью, моего сына старшего. И изначально она планировалась как рабочее пространство. Но в нее уже было вложено, вложен потенциал квартиры для жилья. То есть я изначально это спланировала. И когда пришел момент, я просто поставила еще одну перегородку. И весь свет уже оказался на месте. Все проемы на месте. И ничего переделывать не надо будет. Создала реальность новую своими руками. Мы с тобой в холле. Входная зона, входная дверь. Первое, что бросается в глаза, это потрясающий пол. Это мрамор, да. Сделал мой постоянный партнер Алексей. Я ему бесконечно благодарна за его работу. Этот пол вдохновлен виллой Неки из Милана. Эта вилла служит вдохновением для многих-многих дизайнеров. И она так растаскана уже по кусочкам на многие проекты. Я смотрела на этот пол, в этой вилле на веранде очень давно. И думала, однажды у меня что-то подобное будет. И я планировала на самом деле этот холл, исходя из этого рисунка, который не так сложен. Но он геометричен. И нужно было выстроить оси соответствующие, чтобы он вписался. У нас получается ось входной двери, ось ванной комнаты и гардеробной. Пересекаются, над ними люстра и так далее. Здесь получилось, что я отгородила гардеробную комнату. И уже потом, когда я уже здесь пожила некоторое время, я поняла, почему я это сделала на самом деле. Архитектура, она иногда ведет нас. Потому что мы перейдем в основную комнату. Там есть отгороженный балкон. Это прямоугольное пространство. Но в нем есть еще один параллелепипед, отделенный до балкона. Поэтому я сделала это. И это очень логично. Это как противовес балкону. И считывается очень хорошо музыка. Давайте пойдем в ванную комнату. Это ванная комната первая. Она темная, синяя, с душевой кабиной. Смотрите, как цвет переходит. Такой яркий контраст. Как ты решилась на такой контраст? Так было зато? Легко. Так я могла решиться. Легко. Это специальная ось. Мы видим ось. И видим, что я специально сделала в душевой кабине. Я повесила эта гравюра. Ну, то есть там должна была быть или картина, или что-то такое. Все говорят, ты с ума сошла? Нет, не сошла. Это было запланировано. Там был запланирован специальный архитектурный свет, который светит именно на стену, а не вниз. И включается. Здесь нет потолочного света. Здесь два бра. Подсветка под зеркало. И подсветка именно в кабине. Ну, и вот для тех, кто боится, давайте посмотрим внутри. Кто боится темных потолков, это такая фишка, когда мы не видим вообще грани. На самом деле, здесь еще один есть такой секретное место. Здесь есть антресоль. Я во всех квартирах пытаюсь сделать антресоль. Я понимаю, что она из ванной. Я думаю, что она из ванной. Что она из ванной. Но там, на самом деле, очень много добра лежит. Там какие-то краски от стройки оставшиеся. Практически во всех квартирах я пытаюсь сделать антресоль, потому что перепады высот, они создают определенное настроение. Когда у нас есть коридорчик небольшой, я всегда занижаю потолок, и с какой-то стороны стараюсь сделать антресоль. чемоданов, для елок, для елочных груш. Очень, да, удобно. И никто, вот если бы я не сказала, никто, естественно, наверх не посмотрит и не подумает, что там что-то еще есть. А как туда попасть? Ну, на лесенку. Там есть свет, специальная лампочка, которая туда встроена. Нет, мы туда не полезем. Было бы круто, если бы такой тросик и так раз лестнице раскладывается и так раз-раз-раз. Да-да-да, английская история, она известна. Здесь, да, то есть, изначально, ну, естественно, все собиралось все вместе, то есть, собирались материалы, формы, цвета. Здесь на полу у нас керамогранит, а ванная отделана камнем, опять же. Спасибо, Алексей. Будем его еще вспоминать несколько раз. То есть, на полу камень... Да, то есть, такое сочетание, когда говорят, как сочетать разные породы дерева, как сочетать плитку и камень, ну, как? Умеючи, можно сочетать, в общем-то, все. Руками дизайнера. И здесь я еще обратила внимание на очень интересный стык, когда сверху камня, еще... Это латунные, да? Это латунные, это именно латунь, то есть, я покупала эти латунные профили специально. Их специально покрывали лаком, который не дает темнеть, потому что можно посмотреть в ванной, в душевой кабине. Там, естественно, я моюсь, и они не темнеют. То есть, это было сделано специально. Все стыки я всегда показываю, что дизайнера можно узнать по стыкам, можно посмотреть стык камня, стены и керамогранита, и, в общем-то... Это делают не строители, это делается руками строителей, но это делает дизайнер. На бумажке рисуется до миллиметра и стыкуется. Потом проверяется, если что-то не так, переделывается. Тут лежат трупы строителей, закатанные в бедон, потому что ошибка, она, да, она очень дорога для нас, для дизайнеров. И еще здесь такая вещь, я нарастила стену, чтобы поставить инсталляцию для унитаза, сделала зеркало и со стороны душевой, там еще тоже ниша для шампуня. Многие боятся этого делать, всегда говорят, мы теряем, теряем 15 сантиметров, 20, вы теряете 15 сантиметров, но вы выигрываете намного больше, на самом деле. Я помню, у нас в прошлой квартире я зашила где-то квадратный метр площади, мне муж говорил, посчитал и сказал, ты зашила там 12 тысяч долларов. Я говорю, ради бога, все смолчи. Потому что архитектура, архитектурное решение требует, ну, требует некоторых же, стоит дороже, на самом деле. Голь, подскажи, по свету невероятной красоты винтаж? Да, я одно время возила винтаж сама в Москву, не сказать, что продавала, возила для своих клиентов, естественно, покупала себе. Это еще было куплено и приехала по почте, я выездила на почту периодически с машиной, забирала коробки. Это итальянская люстра, да, я привезла из Италии. Здесь еще бра, бра я купила уже зеркало. Нет, зеркало тоже пришло по почте, на самом деле, в обычной посылке. Бра я купила в магазине. Если вам, если твоим слушателям будет интересно, мы сможем сделать список винтажных магазинов. Обязательно ссылки, друзья, ссылки в описании. Список винтажных магазинов, на которые можно положиться, которые привозят красивые, красивые вещи и за адекватные деньги. Вот, например, у Тихомировых, сестер Тихомировых, я купила какую-то чешскую вазу. Не знаю, куда она пойдет, здесь вот ключики там от всего хранятся. Такие ушки, поддерживающие. А Тумба? Тоже винтаж? Нет, Тумба не винтаж, Тумбу я спроектировала сама. Это отсылка группы Мемфис, которая несколько лет назад празднула какой-то там юбилейки. В Италии было много выставок, я наделала много фотографий, я купила книги, каталоги. И дизайнеры знают, что это знаменитая группа, которая была наглой, которая была прогрессивной. И они всегда сочетали, это была четкая геометрия, как правило, и разные-разные материалы. Здесь у нас шпон птичьего глаза, крашеный МДФ, дуб специально оттонированный. И, естественно, геометрия выверялась, но, опять же, там, до миллиметров. Это закругление мы рисовали несколько раз. О, еще раз. Отвалилась. Мы рисовали несколько раз, потому что, ну, конструктор не мог его поймать. То есть я отрисовала. Я часто рисую прям по линейке на бумаге и отправляю. Говорю, мне сделать так. А это винтажные ручечки. То есть где я их купила, не помню. А, здесь есть один человек, который сидит в высотке на красных воротах. У него в макушке этого здания латунная, не мастерская, а латунное сокровище. Я пришла. У него в таких ведерках из-под сметаны, значит, эти старые советские ручки, стоят какие-то люстры. Он сказал, ну, что тебе надо? Выбирай. Я такая, боже мой. Вот у него я нашла вот эти ручки. Вот такой пиджак открывает. А тут подвески. Ну, там будет что-то невероятное количество всего, да. Потому что фурнитура играет очень большую роль. Все дизайнеры знают. Сейчас в Москве, на самом деле, хороший выбор фурнитуры. То есть есть из чего выбрать. Но я всегда покупаю на блохах. Где-то в Европе. Я, если вижу ручки, я себе не отказываю в этом удовольствии. Потому что вообще мы все покупаем про запас. Мы еще не знаем, куда мы что будем применять. Конечно, естественно. Но вот так привозятся многие вещи. Так, а что за этой дверью? Здесь у нас гардеробная. Нужно вот как-то отсюда ее посмотреть. Потому что не все я готова показать. Это гардеробная. Она небольшая, но она достаточно вместительная. Кимано напротив гравюры японской. Все продумано. Здесь есть вешалки, здесь ящики. Здесь даже есть бойлер. Он вставлен вот в боковой. Вот здесь в районе. А наши подписчики спросят тебя главный вопрос. А где находится электрощит? Всех интересует. А где электрощит? Электрощит на входе, под калитейной. Я всегда делаю электрощиты за щитками под покраску. Многие строители начинают вопить, что это невозможно. Я крюну. Полетаем в космос, а значит щиток под покраску нельзя сделать для электрики. Я всегда заставляю их. Они снимают вот этот основной щиток в дверку. Вставляют его внутрь и потом делают щиток под покраску. А ты планируешь искусство, да? Какое-то сверху? Да-да, скорее всего, я что-то вешаю. Ну, не зеркало, а что-то легкое. Это должно быть легкое, естественно, потому что, если вам нужно это снять, вы должны легко это снимать и вешать обратно. У нас была история, кстати, посмотрите ролик про дом за 59 миллионов, где я снимала щиток, картину, которая закрывала щиток, и не смогла повесить обратно. Ни один рубль в закупке не пострадало. Рабочая квартира. Наши подписчики не поймут. Расскажи, что значит квартира для работы вообще? Кто работает в квартире? Оля, из холла мы попадаем с тобой в гостиную. Ось, как всегда. У всех, кто закончил детали, это такая... Всегда соблюдена. Либо на красоту, либо на свет. Так, и мы попадаем в пространство гостиной, объединена она с кухней. Поскольку, ты сказала, задача была сделать... То есть, вот задача рабочая квартира. Наши подписчики не поймут. Расскажи, что значит квартира для работы вообще? Кто работает в квартире? Ну, дизайнер работает в квартире. Где же дизайнер? Если нет офиса, дизайнер работает в квартире. То есть, мы тут планировали какое-то место для мужа, какое-то место для меня. Но, естественно, это планировалось как жилое пространство, которое когда-то будет хотя бы на продажу выставлять. Поэтому моя задача... Я не люблю кухни, объединенные с гостиной. Вернее, я их люблю, но я не люблю, когда получается кухня с диваном. Я это очень сильно не люблю. Поэтому здесь была задача нивелировать кухню, чтобы ее не было видно. Поэтому кухня встроена в нишу, и она открашена в цвет стены. Поэтому ее практически незаметно. Я знаю, что большинство людей сделали бы гарнитур в две стенки в одном стиле. Я сделала разные, потому что кухню не видно, когда свет выключен. Она просто сливается со стеной. А столовая зона видна. То есть это столовая зона с книжным шкафом, с искусством, с картиной, со светом, с красивым. Который был, конечно, изначально куплен. И туда спланирован шкаф под него. И здесь видно, что изначально, делая планировку, я не люблю очень... Я люблю отдельно стоящие предметы. Например, гардеробы отдельно стоящие я не люблю. Потому что они загромождают, на мой взгляд, пространство. И я стараюсь планировать так, чтобы большинство мебели было встроено. В стены. И за счет этого у нас получается толщина стены. То есть мы не теряем ничего. В этой толщине в 60 сантиметров уместились два книжных шкафа, уместились кухни и так далее. Ни один рубль в покупке в закупке не пострадало. Нет, здесь ничего не пострадало. Ну, еще помимо мебели у тебя здесь и вент... Да, естественно, это было спланировано изначально. То есть на балконе основной блок кондиционера. И этими коробами, которые идут по периметру, он уходит в гардеробную, где размещено основное оборудование. Ничего не видно, но все сделано как должно. Ну, я не могу обратить внимание на то, как выполнены вент-решетки. Это гипсовые решетки. Посмотрите, обратите внимание, что нету никаких стыков. Как получилось это сделать? Это лайфхак от Ольги. Как получилось? Было дано задание, было сделано гипсовиком. С такими решетками есть один, как это называется, совет, что когда вы выводите трубы, они же алюминиевые, их нужно обязательно покрасить черный цвет изнутри. Если вы их не покрасите, то через решетку вы будете видеть трубу. Здесь они покрашены, их не видно. У нас была история с нами, у нас был спор, каким цветом не будет видно. И мы даже экспериментировали. Черный, белый, по-моему, или какой-то серый. Черный выиграл. Черный выиграл, потому что тень. В тени не должно быть ничего видно. Черный, конечно. Весь гипс проектирован тоже мной. То есть это все вымерялось в зоне кухни-столовой и в зоне спальни. Одинаковые балки. Многие люди приходят. И люди, которые меня не очень, скажем так, не очень хорошо знают, как дизайнер, они говорят, а что так было, потому что вся геометрия пространства, она очень сочетается с геометрией комплекса, в котором находится эта квартира. Они говорят, а что, вот так все было? Я говорю, на самом деле нет. На самом деле здесь не было ничего. И это, подходя к стилю, это стиль, в котором я работаю. Это интерьер, который смотрится, как будто он здесь был всегда. Ну, как ты назвала бы этот стиль? Ну, вот так. То есть это никак не называется. Как мы говорили с тобой уже, Андрей Суматохин вчера рассказывал про стиль без стиля, я не скажу, что это без стиля, это со стилем. Но при этом здесь нет определенного стиля. Ну, это авторский интерьер. Абсолютно, да. Который вне времени. Вне времени, абсолютно. Здесь нет никаких модных тенденций, модных предметов. Трендов? Нет, трендов абсолютно нет. Тренды должно быть прекрасно, но я за ними не слежу. Потому что я читала лекцию и вычитала такую цитату, что сегодняшний тренд – это завтрашний дурной вкус. Здесь, да, здесь есть о чем подискутировать. К сожалению, это работает. Это работает, ну, в половине хотя бы случая. Давай посмотрим, что тогда отвечает за интерьер вне времени. Да, какие отличительные черты, что бы ты назвала. И плавно я передвигаюсь к кухне, которую мы не должны замечать, и действительно она сливается с пространством. Что для меня интерьер вне времени? Это предмет, на который мне приятно смотреть, к которому мне приятно прикасаться. Всем своим клиентам я всегда, начиная проект, говорю – купите люстру, купите светильник и купите картину. Любые, абсолютно любые, любого размера, любого цвета, любого материала. Только чтобы они вам нравились, чтобы вам было приятно на них смотреть. Ну, если люди тактильные, можно купить там плед, еще что-то, что вы будете трогать. И ткань можно на штору купить. И начиная с этого, начиная с любви, к тому, в чем ты будешь жить, начинается интерьер. Поэтому для меня это, конечно же, это предметы, которые я собирала по миру, которые я сама привозила или покупала у кого-то. Это колористика, несомненно. Колористика, лично я собираю картины. Я хожу по музеям, фотографирую картины, и из них потом выбираю цвета для интерьера. То есть ты не делаешь мудборд общий? Нет, естественно, я потом в фотошопе это все как-то компоную. Еще очень мне помогла колористика, которую мы где-то в деталях проходили. Мы рисовали просто цвет. Мы не рисовали картину, мы рисовали цвет. И когда ты рисуешь цвет руками, ты мозгом начинаешь понимать, из чего каждый конкретный цвет состоит. И это очень помогает. И на этот проект я так не делала, но на предыдущие я делала. Я брала предметы известные, рисовала цвет предметов, а потом их просто смешивала. И у меня получалась просто палитра, в которой все комнаты переходят одна в другую, и можно предметы носить, и ничего не будет нарушено. Но получается, что ты цвет выбираешь вообще вне всего. То есть ты считываешь цвет, или цвет имеет значение? Цвет имеет значение, конечно. Здесь была изначальная идея, я хотел, чтобы все было темным. Сначала я хотел, чтобы все было черным, потом я как-то передумала. Почему я передумала? Потому что я купила на распродаже пол-паркетный, и он оказался коричневым. Ну, боже мой, окей, пусть будет коричневый. Коричневый прекрасный цвет, и намного сложнее, чем черный, с ним сложно работать. Мафиози могли тут оттусоваться. Почему бы нет? Если перерыть все 3580 позиций на сайте, то можно найти два экземпляра очень достойных ручек. Все шкафчики открываются сюда, этот открывается сюда. И в него можно заглянуть, потому что разгружаешь в посуду-мойку, либо моешь, можно сразу поставить сюда. Все остальные шкафы открываются логично. Этот открывается так, потому что он кухонный. И при этом скрытые петли, газы, ничего не видно. То есть они абсолютно... Там дальше книги, какие-то вещи личные. А здесь, здесь кухня, там кухня. Поэтому вот так... Это ход. Да, то есть мне очень нравится, я могу показать вам одно отделение, вот это, например. Мне очень нравятся худенькие шкафы, я называю. То есть здесь внутри 25 сантиметров пустого места. Два бокала. Два бокала, там два стакана, полтора стакана для чая. Это очень удобно. Сюда встают эти коробочки под подсыпучие продукты. Они ровно прям встают. И можно померить, сделать такие шкафы. Потому что вот это вот 40... Даже 40 сантиметров ты никогда уже не достанешь туда. А здесь все на виду, и все очень удобно. Наши подписчики 100% напишут в комментариях, предвосхищая их вопросы. Где вытяжка? Вытяжки нет. Ну, то есть я знала, что они будут здесь. Стейки жарить. Так. Стейки жарить я не буду. Да, если что, я открою окно, и все, вытяжки нет. Но при этом вывод на нее есть. Если вдруг, однажды, или мне захочется, или кому-то еще захочется, в этом шкафу там есть вывод на вытяжку и труба, и электрика. Как красиво смотрится кухня. Без вытяжки. Абсолютно. Сейчас новая квартира у нас, там тоже не будет вытяжки. Стейки на балконе, на барбеке. Либо в ресторане. Идеально. А верхние шкафы функционеры? Да, конечно, это там пуш-апы. Пуш-апы, да? И то есть они пуши. И то есть они открываются, да, конечно, там что-то лежит. Не будем смотреть. Я не помню, что там лежит. И встроенный холодильник. Встроенный холодильник, да. То есть встроенный холодильник, я дизайнеры знаю, они подвешиваются. То есть его всегда можно сделать повыше, пониже. Он не стоит на ножках, он подвешен между двух стоек. Поэтому всегда выводится вот эта линия. Мебельщикам дается задание, линия выводится. И все должно быть аккуратное и ровное. Ручки, кстати, вот куплены в Москве. Если перерыть все 3580 позиций на сайте, то можно найти два экземпляра очень достойных ручек. Но нужно перерыть все. И чтобы они были в наличии. И чтобы они были в наличии, естественно, когда они их будут прикручивать, это нужно очень жестко контролировать, чтобы все было на своем месте. А расскажи про стол. Я убрала, естественно, маленькие плейсмассы у нас есть. А так мы сидим, обедаем, едим. Нормальный рабочий стол функциональный. Это новый стол? А, это винтаж. Это великолепный, это прекрасный дизайнер. У него великолепные геометричные очень предметы. И на прошлой квартире у меня был журнальный стол. Он был фотограф, он был, боже мой, какой-то дизайнер. Ну, то есть он был такой тусовщик большой. Однажды он сказал, что ему не хватает мебели. И первое, что он начал делать, это барные столы. Такие журнальные. Огромные журнальные столы примерно из такого материала. И в нем были емкости латунные, куда можно было бутылки ставить и бокалы. То есть прекрасный чувак. Он мне очень нравится. Это вот тоже его дизайнер. Такая геометрия. Шикарный материал. Мне кажется, удобно еще в карты сесть. Как-то тут продуманная. Ну, то есть давай представим, что итальянские какие-то мафиози могли тут тусоваться. Почему бы и нет. Вообще, квартира, как ты думаешь, для кого подходит квартира, если бы ты делала эту квартиру, но не ты была заказчицей? Как ты думаешь? Конкретно эта квартира, я всегда говорю, что это квартира на одного. Это даже не квартира на двоих. Я понимаю, что это, наверное, что-то такое. Ну, это роскошь, да? 70 метров на одного, но почему бы и нет. Если бы здесь жила молодая девушка или молодой парень, но для парня, наверное, я бы цвет немного скорректировала бы, а для девушки идеально. Здесь есть где поспать, есть где посидеть, есть где посидеть с друзьями, выпить. Есть прекрасный вид из окна, который рассчитан. Сидя с дивана, ты смотришь на высотки московские, лежа в кровати, ты тоже на них смотришь. И здесь два санузла. Один мы уже посмотрели, он с душем, второй с ванной. Это моих друзей и откуплено у Лены Крыловой, у нашей подруги. Она возит предметы из Италии до сих пор. Светы, этажные предметы. Красные стулья очень хорошо встали, на самом деле. Может быть, мы будем с ними как-то... Они вот прям тут и жили. Да, да, они хорошо, хорошо смотрятся. Ну, в этом прелесть винтажных предметов. В них есть определенный, скажем, смысл. То есть в них вложена идея, другая, отличающаяся от той, которую производители мебели вкладывают сейчас, к сожалению, в мебель. Там есть стиль, там есть пропорция, там есть функция. И очень часто винтажные предметы, неважно, какие они, они сочетаются вместе. То есть, мои стулья, либо вот эти стулья, они прекрасно встают сюда. Были бы третьи, и третьи бы встали прекрасно. Потому что современные стулья сюда, может быть, и не зашли бы. А вот винтаж, винтаж с винтажом и с правильным дизайном пространства, как такового, все время, все время кликает, все время подходит друг к другу. Начинайте с вас, друзья. Начинайте с вас, начинайте с вас. Нужны факты, факты, факты. Ну что, давай попробуем насладиться настроением и посмотрим на вид. Он действительно потрясающий. Так, расскажи про мебель. Мебель, да. Единственное, что я никогда не рекомендую людям, которые никогда не жили с винтажом, это покупать мягкую мебель сразу. Потому что это достаточно сложно ментально. Купить что-то, на чем кто-то уже сидел, там лежал и так далее. Вот расскажи, кстати, многие, кто интересуются винтажом, и дизайнеры, и покупатели, очень большое есть предубеждение, что эту вещь использовали, что эту вещь могли, там, кто-то какие-то проклятия насылает и так далее. Это есть. То есть мы не можем этого отрицать. Что ты скажешь людям, которые хотят купить винтаж или антиквариат уж тем более? Вы уверены, что на фабрике тоже там проклятие не наложили на партию ткани, которую вы заказали? Ну, то есть первое, что я предлагаю всегда покупать, это цвет из винтажа. Если вы суеверны, ну, не покупайте зеркала. Хотя я люблю очень зеркала винтажные. Они всегда с поволок, они уже такие старенькие. Ну, как правило, естественно, они не висят в моей ванной комнате, в моей спальне. Вот в коридоре висит винтажное зеркало. Я совершенно не чувствую никакого дискомфорта по этому поводу. То есть сначала я бы... В ванную и в свою спальню ты не вешаешь винтажное? Нет, не повесила бы, нет. Ну, вот если у тебя тоже есть какое-то предметы? Ну, какой-то здравый смысл немножечко, да, есть. Вот. Потом я предлагаю покупать какие-то мелкие предметы, какие-то, допустим, табуретки, стулья, которые, опять же, может быть, не для столовой, а для входной зоны. Сумку положить, да? Журнальные столики, как этот, например, прекрасный. Я его намечтала себе. Я знала, что я хочу. Керамический столик, овальной формы. Я даже не знала, что такие есть в мире. И, как обычно бывает очень часто в моей жизни, я просто увидела в галерее в Московской в единственном экземпляре, я сказала, это мой, я забираю. Тут какая-то подпись есть. Да, какая-то подпись даже есть. То есть, и вот я себе его намечтала. Здесь у нас диван Дитре итальянский. Приехал прекрасно, вовремя. И он был по цене практически как российских производителей диван. Но я считаю, что софы и кресла, и стулья лучше покупать, конечно, в Италии или во Франции. Потому что, ну, к сожалению, наша промышленность не скоро будет сравняться. А в чём отличие? Отличие, отличие, опять же, возвращаясь. То есть, сейчас я изучаю дизайн 20 века очень плотно. Я недавно, кстати, получила диплом Кристис. По дизайну 20 века. Да, я дипломированный специалист. И я часто ездила в Италию, я видела эти предметы. Предметы, эти предметы нужно трогать. Я всегда трогаю предметы. Я говорю всегда, что на выставке или где-то на ярмарке я могу с закрытыми глазами потрогать комод, если он мне на ощупь понравится. Все стыки, все углы, как материалы, сходятся друг с другом. То я открою глаза и посмотрю, что это. А это ощущение тактильности от предмета, оно идёт от мастерства. Мастерство идёт уже годами. То есть, это уже веками идёт. Краснодеревщики – это поколение краснодеревщиков. У нас, к сожалению, ремесло потеряно. Ну, давайте откровенно говорить. Оно потеряно, оно сейчас опять возобновляется. Но как факт, наследие, оно потеряно. Когда и папа, краснодеревщик, и дедушка. Народных промыслов с тобой бы не согласились и сказали бы, мы за традицию. Нет, естественно, за традицию. Просто я говорю о том, что, допустим, в Италии сын занимается мебелью, папа занимался мебелью, дедушка занимался мебелью, прадедушка мебелью. У них даже нет в мыслях заняться чем-то другим, заработать больше денег. Если они любят своё дело, они это делают с удовольствием и делают это мастерски. И если уже там пра-пра-правнук занимается, естественно, он с молодых лет, с молодых ногтей в этой мастерской тусуется, он знает уже всё. Все лаки, все краски, всё, что как работает. По запаху это отличает, состав правильный или нет. И поэтому, к сожалению, да, европейские предметы по качеству намного выше, чем наши. Я как, я тебе оппонирую, но я не от себя, а от лица людей, которые смотрят нас сейчас, они скажут, ну, прекрасные диваны, эстетика, прекрасные диваны 8 марта, почему лучше Италия? Ну, я видела диваны эстетикой, диваны 8 марта, я куплю итальянские. Нужны факты, факты, факты. Я куплю итальянские, я куплю итальянские кресла, я куплю итальянские стулья. Есть, да, есть сейчас новые производители, которые, да, делают качественный продукт, но, опять же, говоря про винтаж, я всегда говорю, что винтаж это всегда дешевле. Если бы цена-качество, то это всегда цена будет дешевле, чем предмет такого же качества новый. И второй момент, то, что это будет дешевле, так вы делаете ещё инвестицию. Да, абсолютно. То есть вот два кресла стоят рядышком, это кресло я их нашла в Брюсселе, в винтажном, у дилеров, на самом деле, там есть огромный магазин Виантика, где они собирают разных-разных дилеров винтажа и представляют их огромные, 5-6 этажей, не помню. И ты ходишь, и просто можно посидеть, всё можно потрогать, всё пооткрывать. И я помню, я в интернете нашла то, что мне надо, приехала, они уже сменили экспозицию, я им показываю фотографию, говорю, ребята, они отвели меня на склад, на самый высокий этаж, сказали, так, сейчас где-то вот тут ваше кресло, вот оно. Я говорю, всё, заворачивайте, два кресла я у них купила, нет, четыре кресла я купила, два сейчас у нас дома. Начинайте с вас, друзья, начинайте. Начинайте с вас, начинайте с вас, начинайте с люстр, с бра для стен, это великолепные предметы, которые по цене сопоставимые со средним классом, которые вы можете купить в Москве, средние, низкие даже классы, так сказать. Но сейчас изменилось, я тоже и в лекциях часто говорю о том, что сейчас изменилась схема логистики, изменились условия. Это точно, да. И можем ли мы сейчас сказать, что винтажный цвет, винтажные предметы, они сопоставимы по цене, или они перешли на другой уровень ценовой категории? Нет, мы можем сказать, например, у меня есть люстра от Венини, полиэдры, моя любимая, здесь не висит, в другой квартире, я ее покупала в Милане много лет назад, и сейчас я была в Милане, в той же галереи, у них висят еще две такие же красивые люстры другого цвета. Я была в шоу-руме Венини, и они стали, сделают репродакшн этой модели, бесцветное стекло, нецветное, цена в 10 раз выше, чем цена винтажной люстры. Оля, мы переходим в спальню, мы ее видим, но мы еще не там, потому что есть потрясающая перегородка. Но я хочу у тебя спросить про предметы, которыми насыщен этот стеллаж, стеллаж с секретом, да? Стеллажда с секретом здесь, они парные, там, значит, ящик, а здесь специальное отделение для Wi-Fi роутера. Оно с дырочкой внизу, чтобы проходили волны, там есть розеточка, это все было запланировано заранее, чтобы это все не светилось и не валялось, не поймем ты. То есть это откидная штучка, как секретер, и там лежит Wi-Fi роутер, отдыхая. Предметы, да, предметы я собираю, как ты сказал, дизайнер всегда собирает, особенно если это мелкокалиберные предметы, вазочки, какие-то декоративные штуки. Я собираю рамки, рамки для фотографий, рамки для картин. Все время где-то путешествуешь, что-то покупаешь, что-то кому-то даришь, что-то продаешь своим клиентам, потому что они рады приобрести такие приятные предметы по приятной цене. Конкретно здесь, это ваза скандинавская, по-моему, Швеция, я ее купила в Москве, на Блахе, которая на Тишинке, думаю, еще проводится до сих пор. Потом я одно время увлеклась русскими керамистами, я ходила, есть фестиваль керамики в Москве, наверное, ты знаешь, и там есть очень много интересных людей, которые продают очень интересные предметы. И я увлеклась лошадками, вот такая путательненькая лошадка, я не вспомню сейчас, кто мне ее сделал, кого я ее купила, но у меня все записано. Напишите в комментариях, кто узнает эту керамику, отгадаете вы или нет, посмотрим. Дальше это вазы с блашиного рынка из Италии, я уже не помню, где это было и когда. Они были достаточно дорогие, но это достаточно тонкая работа, и они были достойны того, чтобы я их аккуратненько запаковала и в ручной кладе привезла. И последняя ваза наверху, это на самом деле из Иркутска. Мы были на Байкале, и в аэропорту в Иркутске я увидела керамическую студию, и я купила несколько предметов, включая эту огромную вазу. И все, что здесь вы видите, то есть там дальше эта рамка в Венине, которые сейчас стали очень популярны. Я когда созрела, что мне одна из них нужна, цена взлетела там в 2-3 раза, и уже невозможно было купить, но я нашла на аукционе подешевле, мне тоже по почте прислали. Опять же там стоят лошадки русского керамиста, великолепные, просто невероятно прекрасные. Предметы собраны с душой, картин, которые мне подарили, фотографии, которые мне подарили мои друзья, которые занимаются искусством, Наташа с Димой, вы можете их упомянуть, они всегда подбирают прекрасное искусство, и современное, и традиционное в интерьеры. Всегда, если кому-то что-то нужно, обращайтесь к ним. В чем особенность работы онлайн? Всегда видно, да, работает профессионал или работает непрофессионал? Когда люди боятся, что искусство стоит каких-то безумных денег, нет, это не безумные деньги, это вполне адекватные деньги. Через стеклянную, да, стену, дверь мы попадаем в спальню, такое уже приватное пространство. Можем закрыть. На самом деле это даже изолирует от звука. Казалось бы, что это стекло, но когда я закрываю, все закрываю, шторы, я не слышу практически ничего оттуда. Это очень хорошо. У нас ванная уже светится. Все было спроектировано на естественном месте. Я планировала ванную, я спланировала, что я буду видеть из кровати, лежа на кровати, а вижу, видимо, прекрасную люстру Вини, великолепную, Туни-Дзукери. Сейчас они стали популярны, к сожалению, но неважно. Купила я ее очень-очень давно. Я принесла, здесь эти торшеры стояли раньше в гостиной, но мне казалось, что они здесь очень хорошо живут. Это французский бренд, я их привезла, опять же, в чемодане. В ручной колодке. После, да, после мы занабжа очередного, я их привезла в ручную, ну, в ручной кладе практически. То есть здесь у нас есть, это такой тоже лайфхак, это включается розетка, выключателем включается розетка, в которой, да, я соединяю розетки, чтобы настольные лампы, напольные лампы включались выключателем. Потому что, как правило, людям очень лень подходить, искать на шнуре там включатель, включать, выключать потом. У меня все настольные, напольные лампы всегда завязаны на выключателе. Тоже такой лайфхак. Да, и бра, то есть бра Франция, 60-е, там, 70-е годы. Потому что пришли по почте, великолепные. Многие говорят, ну, они там староватые, ты не хочешь их перекрасить. Нет, не хочу их перекрасить. Они великолепны, они следами жизни. Кто-то с ними жил, наверное, радовался очень. Теперь живу и радуюсь я. Ну, в чем фишка, да, винтажного света, что это, опять же, кто боится покупать винтаж и антиквариат, то есть свет это практически то, что не трогается руками вообще. То есть это висит, это висит 50 лет. Да, мы можем это снова дать новую. Снова использовать. И опять же, если мы говорим о чем-то подобном, купить сейчас новое, это будет стоить, ну, каких-то очень больших денег. Потому что это не литье, а это ковка. Ковка в разные стороны идет. И в одну сторону, и в другую. Ковка стоит дорого. Купить что-то подобное ковке, это, ну, опять же, мы говорим, как правило, ценник в 10 раз. То есть то, что я покупаю, новое можно купить, ну, где-то в 10 раз дороже. Ну, из минусов, наверное, когда приобретается винтаж, то нужно менять... Электрику, да. Электрику нужно менять, но это не проблема. Хорошая электрика это сделала. Даже я могу это сделать сам. Пару раз я это делала. С окнами фотографии. С лаими собственными руками. Как это сделать, это будет такой мощный. Такая нарезочка. Здесь, опять же, я хочу обратить внимание на портал. Он такой же высоты, как портал на входе. 2,50. Но дверь всего обычная. Высота, по-моему, 2,30, да, обычная. У нас 2,20, 2,30. Вот она обычная. Идет фальш-фрамуга. А здесь находятся шкафы. Это я тоже подсмотрела, наверное, на Вилленинеке. Такую историю. Там в ванной, когда заходишь в ванную, по бокам есть широкие проемы. Там висят халаты и ажурные вот это. И вот дверочка, и они закрыты. Мне так это понравилось, потому что, честно говоря, вы заметили, у меня нет крючков. Я не люблю крючки. Вот это вот халаты, полотенца. Полотенца, я как правило, они либо на полочке, либо на полотенцесушителе висят. А халаты я вот это все не приемлю. Ну, лично я. И поэтому мне очень это понравилось. И я это запомнила. И здесь получилось вот пространство. Здесь где-то метр, метр десять. То есть это шкаф хозяйственный. А здесь маленький гардероб с ящиками и с полками. Соответственно, там проведена подсветка. Мы можем посмотреть. Там не очень страшно внутри. То есть мы его открываем. Там есть свет. И там, собственно, все добро. Пылесосик, холодильная доска, какие-то средства, полотенца. То есть все уместилось. Ну, естественно, это все было высчитано заранее. Здесь, опять же, я поставила розетки. И здесь выведен теплый пол. Это очень удобно на следующую ванную комнату. То есть вот так. Это, конечно, была такая занимательная история. Это надо было все высчитать, чтобы все открывалось, чтобы ничего не клацалось, чтобы ничего не задевало. Но мы справились с мебельчиком. И никто не замечает, что это здесь. А это очень функциональная история. Она не захламляет пространство абсолютно. То есть, получается, за счет ты увеличилась. Опять же, стена, да, опять же. По стены и перешло. Да-да, то есть это одна и та же стена, она ровная, перешла сюда. А ванная комната начинается по БТИ, начиналась там. Я не могла ванную увеличить. И поэтому это пространство нужно было как-то использовать. Вот я так его использовала. Двери, опять же, двери по моим эскизам выполненные. Они достаточно простые, но интересные по пластике. Я, может быть, однажды дозрею и буду рассказывать дизайнерам, как проектировать мебель. Там есть определенные вещи, которые, соблюдая некоторые правила, можно добиться намного большего результата. Вот двери, то есть они плоские, но при этом вот эта часть, она немного углублена. Она углублена относительно полотна. То есть здесь вот у нас есть рамочка, а вот эта часть, она углублена. И за счет вот этого перехода пластики поверхности она интересна. Здесь, опять же, ручная покраска, которую редко используют дизайнеры, но которая чуть дороже стоит, но при этом это такой вот... Это МДФ, естественно, это не дерево, но при этом это живой материал. Это не вот эта машинная краска, которая прямо от нее отлетает. Звук и взгляд. Это кисточкой, да, покрашена? Это покрашено автоматом, потом берут такую щеточку, типа как вот половую, и вот делают браш ручную. Причем хороший мебельщик всегда спросит, в какую сторону делать браш. Потому что можно и так, и так. То есть мы всегда уточняем, как должен быть сделан браш. Здесь также вот тот человек, который делал мне порталы, сделал подоконники великолепные. Мы знаем, что в новом доме, как правило, к сожалению, сейчас стены очень узкие. То есть 15 сантиметров, 20 сантиметров. И когда ты смотришь, у меня не 20 этаж, а смотришь с 20 этажа, и понимаешь, что между пропастью и тобой 20 сантиметров стены, мозг считывает это как опасность. Поэтому по возможности нужно всегда расширять подоконник, и может быть делать какие-то встроенные шкафы в стены, чтобы тебе просто не было страшно смотреть вот так. Кстати, откосы. Давай посмотрим. Откосы, да, я не стала как-то усложнять. Откосы обычные. Пойдемте посмотрим. Они открашены в коричневый цвет, как и все стены. Здесь я, да, уже хотела показать шторы. Шторы вот такие. Здесь прекрасный кантик есть. Внутри. И вот один есть секрет. Ткань вот эта, желтая, лимонная, на шторы стоила дешевле, чем подклад. Потому что подклад, когда вы используете ткани, естественно, дизайнеры знают, всегда нужно смотреть на просвет с подкладом. Ткань меняется от цвета подклада. Я не могла найти подклад такого цвета, чтобы этот прекрасный цвет, который я хотела, чтобы он не поменялся в зелену, в желтизну, в темнее. Пришлось купить вот. Это обычная шторная ткань. То есть я купила ткань, и вот так вот мы все это сделаем. Это откосы, да. Ну, откосы обычные. То есть здесь аккуратненько скруглили подоконник. Здесь, опять же, у меня есть такая история, что за экраном есть розетки. То есть это маленькая лампочка, она включена в розетку, которая за экраном. Потому что места не было, да. Вот здесь внутри розетки. Это новое приобретение. Вот в этот раз приехала, и ее привезли до моего приезда буквально за неделю. Мне хотелось, чтобы это была геометричная история. Идея была, это как кубики лего. То есть кубики составлены в таком геометричном порядке. Ну, с мебельчиком мы некоторое время поспорили, как это правильно сделать, чтобы все открывалось, чтобы ничего не задевало друг друга. Здесь я вам, наверное, могу показать вот это вот. Здесь я попросила сделать ящички для ювелирных украшений. Потрясающе удобно. То есть, да, он сделал мне такие перегородки. Все это как бы работает. И... Ну, это была мебель, которая должна была встать в угол. Я специально сделала такую высоту, отмерила. Это не мой цветок. Он тоже вот приехал, потому что я не живу здесь. Он приехал на съемку. Но я планировала, что сверху будет стоять что-то объемное, которое будет продолжать эту геометрию. И вот когда он встал, все встало на свои места. То есть, в пазу сложился. Здесь какие-то предметы, опять же, старые. Это я привезла керамическое панно из Вены. Я хожу на Балашинный рынок Вени сейчас иногда с подругами. Какая-то прекрасная вещь. Это я купила на последней Пармской. В Парме проходит Antique Fair. И вот этой осенью я купила несколько вас у них. Она великолепна. Это вот птички за 10 евро из Вены. Великолепная тарелка керамическая. Журавли. Их можно поставить на подставку. Их можно использовать как подставку под что-то. И часто можно посмотреть здесь пепельница Версальча. У них лежат мои сережки. Очень часто я покупаю. Ну, допустим, пепельницы. Я не курю. Никто в моей семье не курит. Но я порой их покупаю. Потому что это очень красивый предмет. Это очень стильный, очень сильный предмет. Но я могу что-то в него положить. Ключи могу положить. Мелочь могу хранить. Вот сережки лежат. Часы могу положить. Стекло или хрусталь сочетается? Да, очень красиво по цвету Здесь также есть Картина Кати Рожковой Великолепной, которую я очень сильно люблю И также над кроватью Ее шелкография висит На рисовой бумаге Катя меня может поправить Если я не права Катя гениальный художник У нее очень интересные работы Мы с ней знакомы И у нее можно всегда что-то приобрести Опять же говоря о том Как покупать искусство Люди не понимают, как покупать Я говорю все время, что покупать то, что вам нравится Не покупать что-то большое, а купить что-то маленькое В пандемию Был Шар и Крест на Фейсбуке Где все покупали все Там были цены до 10 тысяч рублей Я накупила очень много всего Если это правильно оформить, это великолепно смотрится Это украсть любой интерьер Так, друзья Мастер-класс, короткий мастер-класс от Оли Совсем небольшой по искусству в интерьере То есть оформить можно абсолютно любую вечницу Можно открытку оформить, можно записку написанную от руки оформить Правильное оформление играет большую роль Я хочу показать две работы Они и оформлены не каким-то особенным образом, но правильным образом Это масляная работа художника российского Константин Лупанов Я очень Костю люблю У меня несколько работ его есть Сейчас я большую работу у него приобрела У него очень мало маленьких работ В основном это интерьерные большие работы То есть вот Картина, которая может украсить любой интерьер, по-моему Когда люди боятся, что искусство стоит каких-то безумных денег Нет, это не безумные деньги Это вполне адекватные деньги Когда мы говорим про что-то, что стоит немного Вот эта штука, я ее купила, он тоже на, ну где-то на винтажном рынке 2000 рублей стоил Это текстиль, кусок текстиля с вытканной лодкой китайской какой-то Это стоило совершенно недорого И тут нужно понимать, что вы можете купить что-то дешево Если вы правильно оформите Но оформление будет стоить намного дороже Как правило, все, что куплено, недорогое Оно требует красивого оформления И нет денег Ну а в чем дороже? То есть это винтажный багет? Нет, это обычный багет, но багет стоит дорого То есть особенно он здесь с какими-то рисуночками Вот эта фотография оформлена Это какой-то такой а-ля поеденный дуб И еще вот с такими пупырками, с какими-то шариками Мне очень понравилась еще одна рамочка внутри вставлена То есть оформлять всегда нужно работать с дизайнером Естественно, я помню прекрасно, мы с моей подругой Она учила в Америку жить Мы накупили много-много всего Она приехала, она говорит, ну что, давай вот сейчас За 15 минут мы с тобой все сделаем Говорю, так, все, иди кофе купи Это минимум полтора часа Мы провели примерно два часа в мастерской Мы заказали оформление, ну, чуть менее 8 или 10 работ То есть мы вымерили какие паспорту, выбрали цвет, выбрали багет И она сказала, ну, я никогда не думала, что это так сложно Потому что то, что вам предложат в багетной мастерской К сожалению, как правило, не будет отвечать запросам, которые вам нужны Например, вот здесь Я знала, что будут висеть эти лампы полиарты прекрасные Я знала, что будет висеть что-то Когда ребята мне подарили эту фотоработу Я поняла, что она будет висеть Работа не такая большая Но размер можно играть За счет рамы, за счет паспорту Размер можно увеличивать Либо она может быть небольшая, либо совсем огромная То есть это специальный вымеренный размер Который вот так и встал сюда прекрасным образом Ну, вот ты говоришь, что два часа ты провела только оформляемый багет Это классическая история, когда говорят Ну, давайте картины развешивать Это же 15 минут, просто прикладывай иди вешивай Нет, развешивать Это следующая отдельная история Например, вот ребята, которые уехали в Америку Я оформляла им дом онлайн Я занимаюсь декорированием онлайн Я им делала в автокаде Я в размер вставляла картинки на их стену Муж потом аккуратно скотчем малярным это все вымерял Звонили мне по видео, спрашивали, Оля, так Говорила, так И только потом они их, значит, пристукивали к стене Развеска картин, особенно галерейная развеска картин Когда у тебя стена полностью завешенная картинами Это очень сложная задача Это такая работа даже для опытного декоратора Это очень большая работа Это только размера, а еще нужно же внутреннюю драматургию Естественно, естественно, да Драматургию посмотреть Опять же, где-то в ветке там В соцсетях было обсуждение Как делать галерейную развеску Галерейная развеска Всегда есть какие-то основные работы Есть вторые планы Есть галерка То есть там не может быть все интересное Все любимое Что-то должно быть главное Что-то должно быть второстепенное Но это второстепенное тоже должно быть оформлено И тоже должно быть повешено правильно в образе В чем особенность работы онлайн? Ты занимаешься декорированием интерьеров онлайн То есть из любой точки Ты в любой точке мира Да, в любой точке И клиент в любой точке мира В любой точке мира Особенно мы вот отработали два дома в Америке Потому что это очень быстрый процесс Они покупают дом Через месяц они заезжают За этот месяц нужно перекрасить стены Докупить мебель, купить шторы То есть максимально собрать дом И вот за этот месяц мы подбираем цветовую схему Я получаю фото, видео предметов, которые у ребят есть Как-то их компоную И подбираю недостающие Я говорю всегда, что в таком декорировании Конечно, больше клиентов всегда Естественно, они приходят ко мне Они знают мой вкус Они были у меня дома Они знают, как это все выглядит Но там, естественно, их предметы От которых я не могу избавиться И хочу я, не хочу Я их встраиваю Не бывает такого, что я говорю Нет, знаете, вот это вот нет А ты не делаешь, кстати, как Элли Уэстлер Оценку предмета и говоришь Плюс 30% за то, что я пишу ваш демон Пока еще нет Вот, и поэтому это очень интересно И тут с цветом Есть особенности работы с цветом Потому что это всегда видео А не фото Фото искажает цвет И у нас была интересная история Когда они делали второй дом Мы выбрали светлую краску для гостиной И несколько раз моя подруга приходила Говорила, Оля, мы не попали А я понимала, что это невозможно И в результате я ей сказала Ты съездишь, купишь банку Сама выкрасишь Когда она высохнет, мы обсудим Оказалось, что эти прекрасные Мексиканские работники Не красили той краской, которую мы выбрали Они красили тем, что у них было в машине А мой мозг математический Я вижу цвет Я вижу цвет, как эстет, как дизайнер Но я цвет вижу математической формулой очень часто То есть я понимаю Ты видишь Ю-438 Нет, нет То есть я вижу, из чего состоит цвет Потому что потом у них получилось Что нужно было открасить плентуса И наличники дверей в определенный цвет И она говорит Ну а как мы с тобой его выберем Вот такой И там Айвори Я просто математическим мозгом посмотрела И решила, что вот Ну два я и выбрала Один попал точка в точку Потому что цвет это математика на самом деле То есть всегда же есть формула Столько-то зеленого, столько-то синего И когда ты рисуешь, опять же, руками Ты это запоминаешь Мозг это запоминает Кстати, ты первый дизайнер Который говорит о том, что цвет можно вычислить математически Обычно говорят Я чувствую, я вижу Конечно, естественно Человек чувствует Но под этим математика подложена Естественно И когда ты смешиваешь краски между собой Ты видишь, ты добавляешь чуть-чуть белого, чуть-чуть зеленого Как меняется цвет Но это можно выразить, в общем-то, математикой Ну не грубой математикой, да, формулой Понять, что в этом фиолетовом есть зеленый или есть красный И в этом коричневом, вот в этом коричневом есть чуть-чуть зеленый А в другом коричневом выйдет чуть-чуть красный И это будет совершенно другой коричневый Нам нужны открытые математические формулы для всех Ванная комната Балк Здесь у нас только ванная Здесь нет ни души Ну, как бы он есть Но он малофункциональный Это ванная Я принимаю практически каждый день Я увлекаюсь ароматерапией У меня есть очень много масел И я знаю, как мешать И для чего они нужны Я залегаю У меня даже здесь есть... Я убрала сейчас подушечку У меня есть шелковая подушечка Чтобы было удобно лежать Я порой по часу могу в ванной пролежать Здесь обычно есть свечи И вот таким образом Здесь, опять же, наручена стена И можно увидеть... Там у нас гребенка Это же называется гребенка То есть не будем открывать Но там техническое сооружение за этим Какие-то полочки Полочка, я думала, что это будет для свечей Но свечи имеют особенность, что они коптят Поэтому я поняла, что туда нельзя ставить свечи Но там стоят какие-то книжки Я думала, это идея Полочка для книг специального рода Да, все, получилась библиотека Библиотека в ванной Здесь очень интересное решение Это вот моя гордость Это вот эта тумба Потому что, если мы делаем тумбу Со встроенной раковиной То ширина достаточно большая Порядка 65-70 сантиметров Если сделать тумбу прямоугольной То она занимает очень много места И когда лежишь в ванной Не хочется глазами смотреть на угол тумбы Поэтому я сделала очень узкие Вот эти крылышки у нее Вот сколько тут, по-моему Меньше 30 сантиметров, 25, по-моему А где раковина Ее вырезали по форме раковины Но это тоже был такой квест То есть это гнутый МДФ Но ребят справились И, ну, опять же, я все очертила До 3-4 миллиметров Мы о чем-то там Ну, не поспорили, а обсудили что-то Но в результате все получилось, как я хотела И когда я лежу в ванной Меня совершенно не смущает Я не вижу эту тумбу Она, ну, не то, что незаметна Но она не мешает абсолютно визуально Я обратила внимание на ручки Такие непростые Они простые, может быть, для визуально Но в гнутом исполнении Это достаточно сложно сделать Это правда Здесь, опять же, камень То есть получается, что в квартире Три вида камня Четыре вида камня Это гранит на фартуке Специальным образом обработанный Он как кожа Здесь это мрамор И мне очень нравится Иногда я знаю, что людям не нравится Что им хочется, чтобы была бабочка всегда Правда А мне всегда не хочется, чтобы была бабочка То есть вот здесь можно увидеть, что мрамор живет У него разная фактура У него разный цвет Это великолепно И Алексей великолепно сделал То есть вот полосочки переходят туда И там как-то логично это все сочетается Это глаз отдыхает То есть глаз всегда отдыхает, когда видит это Когда глаз видит бабочку Глаз такой бабочка Все, до свидания Что еще? Неприродное Что еще, да Здесь, я бы говорила Здесь четыре, по-моему, контура освещения Здесь есть люстра Вот так люстра Я не зажигаю люстры Люстра это как украшение Очень редко я зажигаю люстры Здесь есть подсветка ниши Здесь есть специальные всегда светильные Мы делаем, да, для косметики Он наверху И бра Обычно вот так как-то горит Света более чем достаточно Если я хочу там более интимно Это будет вот так И рамки очень оригинальные у тебя Да, это вимор Это итальянский брат Он мне очень нравится до сих пор Работает в Москве Они средней ценовой категории И прекрасные у них представители Которые помогут Даже если ты ничего не понимаешь в электрике Они не раздражаются И помогают дизайнерам Осуществить проект Ну и на маленьких пространствах Конечно наши любимые с тобой стыки И переходы Всегда видно Да, работает профессионал Или работает не профессионал Здесь, да, здесь получается Два прамора Потому что еще один черный мрамор Идет по плинтусу Здесь он тоже сделан таким образом Что между плинтусом и панелью Здесь она, кстати, открывается Есть некоторый зазор Когда есть воздух Это всегда То есть никогда не в прилипку Материал к материалу Когда между одним и вторым материалом Должен быть зазор Должен быть немножечко воздух Тогда глаз по-другому реагирует Ну, совершенно другое чувство Получается Картина, опять же То есть у меня было много картин Я выбрала эту Она здесь вот прекрасно живет Ну, она по теме По теме, да Так что вот так И все, естественно, было спланировано заранее Что ванна практически никогда не закрывается Это потому что Всегда я планирую так Что унитаз не должно быть видно С точки зрения, да То есть если я на кровати То унитаз не видно Видно люстру, картины Кусок мрамора Ну, вот у меня ощущение Что мы из шоколада попадаем В зефир В зефир, да, точно Точно, точно Очень вкусные оттенки цветов Когда я проектирую квартиры Дома для друзей Для моих клиентов Как правило, я делаю светлое общее пространство И насыщенные частные пространства Ну, потому что люди проводят много времени В гостиной, в кухне, в столовой И им просто страшно психологически Находиться в темном пространстве Для себя вот я рискнула И я ни о чем не жалею Здесь очень много света Мне не кажется, что здесь темно Не летом, не зимой Здесь прекрасно Когда я закрываю здесь шторы Получается такая шкатулочка Спальную шкатулочку И по звукоизоляции Потому что текстиль везде И по ощущениям Это очень приятно Друзья, у нас конкурс Оля дарит шикарную книгу Сейчас она про нее расскажет За самый лучший комментарий И дальше цитата Оли Комментарий по делу Вот лучший комментарий Будет отправлена книжка Это, да, это книга Издательство Резали Тамсин Джонсон Великолепная девушка, которая делает дизайн интерьеров Здесь можно очень хорошо увидеть Как она миксует, опять же Современные предметы Авторские предметы Предметы винтажа Я думаю, что для И для профессионала И для просто человека Увлекающегося красивым домом Это будет очень полезно Я буду очень рада Прочитать ваши комментарии Не только хвалебные Любые Но они должны быть по делу Друзья, мы с вами прогулялись По уникальной квартире Сделанной в авторской стилистике Если вы хотите сделать похожую квартиру То вот вам формула успеха Винтажные предметы Винтажный свет Любовь дизайнера Профессионала Эта квартира сделана Дизайнером-декоратором Ольгой Дан И все, что вас окружает Вы вкладываете внутрь квартиры Вносите свои чувства Свои эмоции И тогда получается Вот такой потрясающий результат С вами была Наташа Мартынова Не забывайте подписываться На канал Пишите комментарии И получите приз От Ольги Всем пока